Виктория Шаре Виктория Шаре Сегодня Самара выдержала экзамен по подготовке к Чемпионату мира по футболу. Знаковые места города посетил заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Он побывал на строительстве взлетно-посадочной полосы аэропорта Курумыч, а также оценил ход строительства основного объекта – стадиона Самара-арена. Вице-премьер также стал почетным гостем финала турнира «Лето с футбольным мячом» и прогулялся по Самарской набережной. Финал областного турнира «Лето с футбольным мячом» проходит в особо торжественной обстановке. За игрой наблюдают заместитель председателя правительства России Виталий Мутко и губернатор Николай Меркушкин. Меньше года осталось до игры мирового значения, которые пройдут в Самаре. Футболисты и болельщики областных команд смогут достойно представить город как спортивный. Со счетом 2-1 победу одерживает команда Самары, оставляя почетное второе место игрокам из Сергеевска. Турнир завершается, но футбол остается во всех дворах Самары. Для участников подготовили мастер-классы с профессиональными футболистами, встречи с послами Чемпионата мира, дружеские матчи. Вице-премьер Виталий Мутко сегодня посетил Самару, чтобы на месте увидеть, как проходит подготовка города к Чемпионату мира. В ходе визита он осмотрел, как проводится реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта и строительство стадиона «Самара-арена». Отдельный пункт в программе «Самарская набережная». Еще 6 лет назад на этом месте были распивочные заведения. Сегодня «Самарская набережная» – одна из красивейших в Европе. Везде цветы, оборудованы спортивные площадки, играет духовой оркестр. Как преобразилась территория отдыха, сегодня показывают вице-премьеру. Виталий Мутко прошел участок в сопровождении губернатора и главы города. От памятника Григорию Засикину до бассейна ЦСКА. Городу точно будет, где принимать самых взыскательных футбольных болельщиков. Поближе познакомиться с историей и традициями города можно уже сейчас. В павильоне работает интерактивный музей, который рассказывает об основных этапах развития города и его традициях. Важно, чтобы город надолго запомнился гостям со всего мира. «Флан-зоны – это абсолютно другое. Это сюда придут те, которым ничего, не твои достопримечательности, но они придут сюда и будут домача керосинить, гулять, танцевать, кричать речевки. Но тот, кто сегодня будет, захочет, ну что, ну у него хоть два часа, да я схвачу. Что в Самаре схватить главного? Что? Ну в Москве все понятно, все пойдут на Красную площадь, все пойдут в могилы, там неизвестно совсем. Все там, понимаешь, есть куда, так сказать, Питер, да, Дворцовая площадь, там Исааки, там памятник Петру, на Неве прокатиться. Три-четыре надо выбрать главных, главных вещей. Это в каждом городе. Да, в каждом городе. Месяц чемпионата, в течение которого будет проходить фестиваль болельщиков. На это время запланировано более 150 мероприятий культурной программы. Олег Зверев, Максим Гусев, Олеся Корецкая, Артем Сулайманов. События. Новые возможности для самарских заводов. Они могут получить заказы по госпрограмме. Это строительство и модернизация морских и речных портов. Тем более, что, как показало время, продукция местных заводов не хуже зарубежных аналогов. Итоги и перспективы обсуждали на заседании регионального союза работодателей. Сегодня в ассоциацию входит более 170 предприятий. С производственными планами ознакомился Олег Зверев. Принять участие в крупнейших государственных и частных проектах страны такая задача стоит перед производственным сектором региона. Самарские предприятия получат весомые подряды, в том числе на таких масштабных стройках, как космодром «Восточный-2» и газовый завод «Ямал-СПГ». И вот новая программа. В России стартует модернизация сети морских и речных портов. А это значит, что оборудование для их реконструкции могут изготовить самарцы. Я бы хотел, чтобы тоже наши предприятия, которые особенно работают с металлом, да и не только с металлом, там перечень может быть самая различная, и вы очень внимательно ко всем этим вещам отнеслись. Даже не сами ищите заказы, а как бы представляют с возможностью получить заказы. Причем год назад была одна обстановка ситуации. Сейчас она другая, сейчас она значительно более актуальная. Почему более актуальная? В связи с новыми санкциями стало абсолютно ясно. Без собственных усилий, без собственных разработок, без собственных поставок мы сделать не сможем. Время дает самарским предприятиям возможность занять ту нишу, на которую раньше могли претендовать и зарубежные. В частности, сейчас специалисты транспортной лизинговой компании изучают возможности региона. А вместе с заказами приходят прибыль, новые рабочие места и налоги на содержание городов и районов. Только так предприятия могут работать уверенно. Тем более, что сегодня в стране есть масса проблем, которые сдерживают развитие производства. Высокий уровень налогов, растущие цены на энергоносители, черные и цветные металлы, транспортные услуги, высокие кредитные ставки банков, острая нехватка квалифицированных рабочих кадров. Что касается кадров, сегодня настало время поддерживать талантливую молодежь со школы, иначе зарубежные компании продолжат переманивать самых способных учеников. По мнению губернатора, это задача в том числе и регионального союза работодателей. Сегодня он объединяет больше 170 организаций и вузов. За заслуги в развитии экономики страны ассоциации вручены награды. Флаг Самары с лентой, грамотой и памятный знак «Город трудовой и боевой славы». Олег Зверев, Василий Колдашов. События. За неделю до 1 сентября все внимание направлено на обеспечение безопасности в школах. Губернатор Николай Меркушкин провел совместное заседание антитеррористической комиссии оперативного штаба Самарской области. В День знаний своей двери для учащихся откроет более тысячи образовательных учреждений региона. Серьезно следует подойти и к вопросам перевозок. На школьных автобусных маршрутах должно быть безопасно. С 31 августа и до окончания праздничных мероприятий личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный режим работы. В том числе будет обеспечена круглосуточная охрана. Губернатор подчеркнул, в области должна быть выстроена четкая совместная работа по обеспечению безопасности 1 сентября. На самом деле и каждому из нас, который следит за этим скалом, самим, и это у каждого рядового человека, довести до сознания, что ситуация такова, что если ты не будешь этого знать, то могут быть последствия, которые иметь будет потом исключительно невосполнимый во всех отношениях характер. Благоустройство дворов и улиц – основные вопросы, которые волнуют горожан. На прием к мэру люди приходят с проблемами всего дома, улицы, а порой и города. Активная позиция поддерживается, и власти готовы помогать. На приеме граждан побывала и Марина Матвейшина. Выходить на улицу и дышать свежим воздухом для сына Татьяны Железняковой оказалась настоящей проблемой. В подъезде дома установили неудобный пандус. Ребенок передвигается на коляске, и поднимать его по этому устройству для мамы с каждым днем становится непосильной задачей. С этим вопросом женщина обращается к главе города на личном приеме. Нам бы хотелось в этом году получить пандус, потому что зима, тоже мы хотим выходить из дома. Поставить пандус такой же, как в соседнем подъезде, возможно, в рамках текущего ремонта. Но чтобы это сделать, решение должны принять жители всего дома. Примерная стоимость таких работ – 200 тысяч рублей. Мэр поручает как можно скорее заручиться согласиями жильцов, а управляющей компанией сделать пандус за свой счет уже в этом году. Родители детей в доме по Осипенко вынуждены искать соседние детские площадки и стараются не ходить на свою. Горки, качели и тренажеры на ней в таком состоянии, что играть там просто опасно. Площадка разломана, то есть там малыши даже подняться не могут по лесенкам, ступеньки отломаны. Маленькая песочница, качелька и горки такие, что своим детям не запрещают туда ходить, потому что она небезопасна абсолютно. По информации районной администрации, двор включили в программу «Комфортная городская среда» на этот год. А значит, скоро здесь появятся новые площадки и спортивные снаряды. Но с жителей взято обещание бережно и с заботой относиться к этому пространству. Кроме того, должна быть связь с управляющим микрорайона. Именно с его помощью будет организован общественный контроль за проведением работы во дворе. Ну и, конечно, важен контроль. Вот очень важно, потому что, конечно, мы каждого подрядчика проверить не можем. Мы отдаем все это на лодку по общественности. Поэтому смотрите сами, кто пришел к вам, как работают качественно. Вы должны акты подписывать. Возможно, чтобы безопасно было. Да, безопасно, аккуратно все и качественно. Благоустройством внутриквартальных территорий озабочены жители многоэтажек в квартале улиц Революционной, Лукачевы, Гая и Мичурина. Люди просят отремонтировать тротуары и установить фонари. Я вчера вечером вышла, я хотела фотографии сделать, но настолько темно, то есть это какое-то безобразие. Освещение ни одного фонаря. По поручению главы улицы Гая и соседние подшипниковые будут внесены в план ремонта на следующий год. Вопрос строительства сетей освещения также будет решен при поступлении и финансировании. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов, События. Хорошо поработали, попадут в кадр. В советском районе Самары до 2022 года 26 дворов оборудуют камерами видеонаблюдения. И все это благодаря стараниям жителей. Они стали участниками программы «Чистый город». Своими силами привели двор в порядок. Теперь лучшим вручают сертификаты. На награждение побывала и Алина Чемерес. Привели двор в порядок, получают награду. Жителям дома на южном проезде вручают сертификат на установку системы видеонаблюдения. Двор стал участником проекта «Чистый город». Жители провели собрание, определили, какие виды работ необходимы и направили обращение в районную администрацию. По словам старшего по дому, люди здесь всегда были активными и неравнодушными. Жители очень дружные. Вот благодаря им, их работе, вот можно повернуть, посмотреть, скопали землю, разровняли всю грунт, разбросали три камаза, чернозема. Здесь содержат площадку, с той стороны убирается все. Таких, как этот двор, в Советском районе 4. Их выбрала комиссия. Систему видеонаблюдения в них устанавливают по программе «Безопасный город». Сначала предстоит определить, сколько камер потребуется, затем на это направят средства. Сертификат – это стимулирующая награда для тех людей, которые проявили активность на том этапе, который пригласил мэр города к благоустройству своих дворов. Но во многом выполнялась работа с силами жителей двора. В каждой территории определяется, жители принимают решение. Либо это спортивная площадка, либо благоустройство, либо это освещение, либо ремонт фасадов. Проект «Чистый город» продлится до 2022 года. За это время в Советском районе сертификат получат жители 26 дворов. О Самаре снимут фильм. Первое немецкое телевидение работает над многосерийным проектом о подготовке российских городов к Чемпионату мира по футболу. Корреспонденты проверили на себе знаменитое русское гостеприимство, попробовали местные деликатесы и прогулялись по знаковым местам. В Самаре немцы гостили 4 дня. За это время успели не только спуститься в бункер Сталина и прикоснуться к ракете «Союз», но и оценили знаменитое жигулевское пиво и старинную архитектуру нашего города. Мне очень понравился город Самара. Мы очень классные вещи сняли. Тут люди все очень такие добрые, гостеприимные. Мы гуляли по Волге. Там вообще мне так понравился ваш пляж. Мы такие все были... Наша вся команда очень была расстроена, что не покупаться. Надо было сниматься. Мне очень понравился ваш город. Такое разнообразие людей, разнообразие культуры и архитектуры. У вас есть все – и природа, и река, и история. Мы проехали по городу, и видно, что Самара готовится. Полный восторг. Неотложная помощь для древних икон. В Самаре проходит мастер-класс для прихожан Старообрядческой церкви по восстановлению святынь. Для этого пригласили из Петербурга художника-реставратора Дарью Мальцеву, которая более 35 лет занимается реставрацией старинных икон. Секреты мастерства узнавала Марианна Мирная. Несколько капель этого клея в буквальном смысле на вес золота. Все потому, что делается он из крайне редкого плавательного пузыря осетровых рыб. С древности именно его использовали при создании икон. И для реставрации он подходит лучше всего. С виду все просто намазать клеем поверхность, наложить папирус и прогладить утюгом. Но на деле процедура кропотливая и сложная. У мастера нет права на ошибку. Обрушивается грунт, вздувается, красочный слой отшелушивается. И первоочередная мера сохранить такие разрушающиеся иконы – это их законсервировать, то есть укрепить отставание. С очисткой поверхности еще сложнее. Здесь используют бычью желчь. Она бережно снимает гарь и воск, при этом не травмируя красочный слой. Иконы в старообрядческом храме уникальны – 17, 18, 19 веков. Научиться искусству и реставрации могут все прихожане церкви. Поэтому для нас очень важно сохранить дальше ее, чтобы последующие наши поколения приходили, дети также молились на эту икону. Здесь была очень большая трещина, мы тоже ее склеивали, ставили вот зажимы и будем дальше укреплять, подкрашивать. Это уже второй мастер-класс от Дарьи Мальцевой в Самаре. За курс удается восстановить порядка 10 икон. Все они возвращаются на свои законные места в храме. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События. Смех сквозь слезы или слезы сквозь смех. Знаменитую пьесу Эдуарда де Филиппо поставили в Театре Самарской площади. Ведь в персонажах комедии Филумена Мартурана легко можно найти знакомые черты и характеры. Режиссер из Москвы Ирина Керученко предпочитает перед премьерой проверять свою работу на зрителя и устраивает прогоны. Одной из первых в зале оказалась Марьяна Мирная. Да! Да, и многие другие мужчины тоже приходили. И я относилась к тебе как к другим, да. А почему я, собственно, должна была относиться к тебе иначе? Почему? Да все мужчины одинаковы, да мы все, мы все... Да, сейчас я расплачиваюсь за то, что я сделала тогда. Я сама во всем виновата. Но теперь я твоя жена. Я не сменусь от этого, у меня страшно, что за мной придут карбинеры! Жена, чья жена? Что за чепуху ты меришь, Филуме? За кого ты вышла замуж? Роль любвеобильного итальянского богача Доминика Сориано давалась актеру театра «Самарская площадь» Олегу Сергееву не так просто, как хотелось бы. Ведь в комедии нужно искать трагедию, уверен артист. А когда каждая шутка находит отклик, трудно и самому удержаться от смеха. Это комедия от того, что она очень похожа на жизнь. И мы искренне и правдиво просто рассказываем историю, историю многих людей. История ночной бабочки Филумены Мартурана, комично описанная писателем Эдуарда де Филиппа, ставилась сотни раз и экранизировалась. Но работа над спектаклем – это не копирование чужого, а создание нового, уникального. Ведь каждый актер, привнося свой собственный опыт, наполняет персонажей особыми красками, уверен режиссер Ирина Керученко. Мы смеялись над теми шутками, над которыми мы не работали. Они вдруг стали появляться, потому что все-таки зритель в зале – это кураж. Кураж для артистов. И они в первый раз вчера почувствовали это дыхание. Это было потрясающе. Несколько дней спектакль показывают узкому кругу зрителей. Но прогон – это только проба. Премьера Филумены Мартурана назначена на субботу, 26 августа. Возрастное ограничение – 16+. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. Очередная спортивная неделя заканчивается на мажорной ноте. Самарцам не повезло на теннисном корте. Зато удача улыбнулась в тэквондо и хоккее. С подробностями Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Анастасия Павличенкова проиграла теннисный турнир в США. Самарский тэквондист завоевал очередное золото Всемирной летней универсиады. Хоккеисты ЦСКА ВВС сражаются за Кубок Дизеля. Хоккейный клуб ЦСКА ВВС продолжает предсезонную подготовку перед выступлением высшей лиги. Команда отправилась в поход за Кубком Дизеля. В Пензе авиаторы встречались с Рязанью. Основное время матча победителя не выявило. В каждом периоде болельщики увидели по одной заброшенной шайбе ворота соперников. 3-3. У самарцев отличились Кудрявцев, Литвяк и Маринец. А уже в овертайме победную шайбу забросил Гореев. Это был первый матч. Впереди ЦСКА ВВС ждут Дизель и Саров. Рафаэль Аюкаев выиграл золотую медаль Всемирной летней универсиады в турнире по тэквондо в китайском Тайбэе. Он выступал в весовой категории свыше 87 килограммов. И по очереди разгромил соперников из Канады 22-1 и Ордании 19-7, Азербайджана 36-8. В финале Аюкаев должен был встретиться с бразильцем, но тот отказался от боя. На счету спортсменов Самарской области уже 5 наград Всемирной летней универсиады. 3 золотых, 2 тэквондо, 1 плавание, 1 серебряное плавание и 1 бронзовое дзюдо. Анастасия Павличенкова не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Нью-Хевене США. В 1-4 она уступила спортсменке из Словакии Доминики Цибулковой со счетом 5-7-4-6. Другой самарской теннисистке повезло еще меньше. Дарья Касаткина выбыла из борьбы на стадии 1-8 финала. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На базе Android iOS. Всего вам доброго и отличных выходных! Капитальный ремонт Струковского сада Завершится к ноябрю. Пока стоит хорошая погода, подрядной организации поручили ускорить темп. Строители уже практически завершили все скрытые работы. Проложили коммуникации. Около 8 километров электрокабеля для освещения и системы автополива газонов. По проекту больше 20 тысяч квадратных метров дорожек будет выложено плиткой. Полторы тысячи квадратных метров заасфальтировано. Ход работ находится на личном контроле главы города. Какими будут спуски рядом с каменным гротом, решать будут вместе с жителями. Упор делается не только на красоту, но и на надежность, долговечность и удобство для самарцев. Чтобы стекающая дождевая вода не разрушала исторический забор, сконструировали специальный желоб с выходом к ливневой канализации. По проекту здесь также появится скейт-парк, который будет соответствовать международным нормам. В целом Струковский сад сохранит свой исторический облик, обещает в администрации Самары. Готовится к открытию школа в Южном городе. Это целый образовательный центр на полторы тысячи учеников. Здесь реализовали инновационный подход к обучению. В первую очередь внедрили высокие технологии. Турникеты на входе распознают отпечатки пальцев. В здании пять спортзалов и большой актовый зал со звукозаписывающей студией для музыкальных групп. В новую школу уже зачислили 1400 учеников. Здесь сформируют 55 классов. Уроки будут проходить только в первую смену. После – дополнительные занятия и творчество. На улице Алексея Толстого идет комплексный ремонт. Дорогу приводят в порядок по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Сейчас работы ведутся на участке от улицы Некрасовской до Крупской. Обновляют дорожное покрытие, бордюры, газоны и тротуары. По возможности обустраивают дополнительные парковочные места. Качество работ на всех этапах контролируют сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство». При выявлении нарушений следят за своевременным их устранением. После того, как будет уложен верхний слой, специалисты возьмут керны и проведут испытания образцов. Работы ведутся в ночное время, чтобы не мешать движению автотранспорта. В сквере Устинова между Галактионовской и Самарской идет комплексный ремонт. В середине августа там сняли старое асфальтовое покрытие, и теперь рабочие приступили к укладке плитки. Чтобы ускорить работы, оставили прежнее щебеночное основание. При необходимости восстановили разрушенные участки. Плитку укладывают по специальной многослойной технологии. На щебеночное основание стелят материю, чтобы не смешивались строительные фактуры. Поверх материи укладывают слой песка, затем его утрамбовывают с помощью спецтехники, чтобы плитка ложилась ровно. И затем на песок укладывается плитка. Работы ведутся на площади в 4,5 тысячи квадратных метров. Ремонт сквера является частью комплексного благоустройства улицы Галактионовской. Ее приводят в порядок по муниципальному контракту, который является частью приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Завершить ремонт сквера Устинова обещают в 30 сентября, а при хорошей погоде – возможно и раньше. Продолжаются укрепительные работы у склона у театра драмы. Сначала рабочие сняли 20 сантиметров старого грунта по всей поверхности откоса. Затем натянули геосетку, ячейки которой заполняют новой землей. Сетка должна держать грунт и не давать ему ползти по склону. Поверх сетки уложат рулонный газон. Большая часть работ производится вручную из-за сложной формы склона. Освежать траву на газоне будет современная система автополива общей протяженностью почти 2 километра. Кроме высокого откоса специалисты оформляют и газон через дорогу. Работы обещают завершить к осени. Новую трамвайную ветку от Ташкентской до стадиона Самара-Арена запустят досрочно. На данный момент строительство линий завершено на 40%. К новому году обещают 90% готовность. Почти полностью завершены земляные работы. Они сосредоточены в районе улицы Дальней, где идет устройство тоннеля для свободного проезда трамваев без пересечения улицы. Длина тоннеля 338 метров. Наполовину собраны все бетонные конструкции. Ведется устройство гидроизоляции, дренаж, извлечение свай. Проектом предусматривается еще и строительство трех новых тяговых подстанций общей мощностью 9 тысяч киловатт. Они обеспечат бесперебойное выполнение нового графика движения подвижного состава. Всего на объекте трудится почти 200 человек и около 40 единиц техники. Объект планируют сдать в конце апреля 2018 года. Протяженность всей трамвайной линии составит 2200 метров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА